Сейчас тема, которая лично у меня называет огромное количество вопросов, и об этом можно будет прочитать в моей книге «Кодекс Семенова. Часть 2». Там будет много об этом, об отношении психогенеалогии, о сюжетах в родословных книгах. Ну а у Екатерины Суворовой, которая выпускница исторического факультета МГУ, свой взгляд на этот вопрос. Что ж, будет очень интересно услышать. Прекрасно. Я приветствую всех, дорогие друзья, коллеги, уважаемые слушатели. Просто очень рада такому событию онлайн-лекторию. Я историк, как меня уже представил Виталий. Занимаюсь сейчас, больше область моего интереса, именно прочувствование эмоциональных связей с семьей, с родом. То есть я изучаю именно, ну просто вот прям чувственную сторону вопроса семейных отношений. Плюс просто потому, что я в нее действительно сейчас еще с большим таким эффектом погружена. Я сразу хочу предупредить, что поскольку связь нестабильная, для того, чтобы остаться в эфире, я переключусь в режим аудио и трансляции своей презентации. Вот. И со всеми продолжу именно без визуального пока ряда. Так. Тема звучит, может показаться несколько провоцирующим название, но я уверена, что та метафора, которая в ней скрыта, и вообще та идея, которой я хочу поделиться, она будет интересна и полезна не только начинающим свой путь в изучении семейной истории, но и продвинутым пользователям, любителям, профессионалам. Так вот, достигшим, которые уже достигли определенного уровня осведомленности. Значит, пожалуйста, следующий слайд. Вообще вопрос, что раньше появилось, курица или яйцо, волновал многих людей на пространстве нашего времени. Им задавались выдающиеся умы Древней Греции и ученые современности. И вот Аристотель считал, что ничего не могло возникнуть первично, они появились одновременно. Именно из той логики суждения, что если бы был первый человек, то он ведь должен был бы родиться без отца и матери, если бы был фактор очередности. А так это все было одновременно. И это действительно не противоречит законам природы и проявляется в жизни людей как возможность наследования определенных жизненных установок, решений, сценариев. То есть мы, похоже, да, мы не приходим из ниоткуда и не уходим в никуда. Мы, похоже, идентичны своей семье, своей... Простите, меня слышно сейчас? Нормально, продолжай, 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 все нормально. Ага. Спасибо, я буду рада, если будет отклик какой-то, потому что не могу понять, насколько идет эфир. Так вот, мы включены в историю взаимоотношений с членами нашей семьи, даже когда мы с ними напрямую, что называется, не имеем возможности контактировать вербально. Почему я считаю так и прихожу к такому мнению? Уже более ста лет назад было такое открытие нашим соотечественникам, биологам Александром Гавриловичем Гуровичем, который выдвинул теорию морфогенетического или надклеточного поля и высказал такой тезис, что хромосом имеет полевой или квантовый эквивалент. Он сопровождает человека от рождения до смерти и не исчезает, а остается в пространстве навечно. То есть, согласно такому убеждению, информация о человеке и его устройстве, она вот вечно где-то присутствует в нас, и мы ее, так или иначе, на эту информацию в ходе своей жизнедеятельности натыкаемся. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Это как раз концепция патогенетической психотерапии. Сейчас слайд, да, но я сейчас говорю немножко о другом, переходя как раз к этому. Концепция патогенетической психотерапии. Здесь скорее приведена как описательная формулировка, что составляет из себя личность, личность, чем она беспокоена и как вообще создается качество ее жизни, то есть на чем построено ощущение счастья и вообще присутствие в жизни у человека. То есть у нас семья, да, метафора семьи, самая распространенная в генеалогическом мире, как общая система — это генеалогическое древо, да, древо с обширными корнями системы связей и понимание личности как системы отношений индивида с окружающей социальной средой, с переживанием выражающихся в действиях, реакциях взаимоотношений. То есть константой по-прежнему остается вот именно чувственная сторона личности, личностного отношения, взаимоотношений между людьми. И эти взаимоотношения, они обязательно разворачиваются в плоскости чувств, эмоциональных реакций. И понимать и осознавать эти сюжеты, я считаю, и не только я, крайне важны для здоровья психики и здоровья, можно сказать, так обширно нации. Значит, если представлять, что отношения характеризуют степень интереса, интенсивность эмоций, да, желаний, потребностей, они являются движущей силой личности. Дальше можно, пожалуйста, следующий слайд? Следующий слайд с картиной. Да, да, вижу, все верно. То есть в структуре самосознания, да, самоопределения личности себя, первая идентификация, она происходит из колыбели, из семьи. То есть кто я, о чем я здесь, как вообще я в этой системе существую, личность, этот опыт приобретает еще наиболее сильный отпечаток, еще в невербальную фазу развития. То есть дети, они собирают весь опыт реакций, каких-то эмоциональных решений, способов реагирования и становятся, ну, можно сказать, из детства мы как-то обуславливаемся реакциями наших родителей или фигур, замещающих родителей, то есть ближнего круга. Так вот, если возвращаться, да, к ассоциации родового древа, то вот материнская забота, которую мы получаем или не получаем в раннем детстве, и отеческая тоже. Это наша корневая система. Следующий, пожалуйста, слайд. Слайд с иконой. С иконой, ну да, тот образ древа, да, то есть самый распространенный язык образов, он понятен вообще, мы думаем картинками, и это тот уровень восприятия надкогнитивный, ну, то есть находящийся вне мыслительной такой области восприятия. Образ способен, влияние образа проникает в основы личности и формирует определенные эмоциональные отношения, ну, скажем так. И, так вот, материнская, отеческая забота, которая получается, да, получаема в раннем детстве, она оказывает огромное влияние на наше ощущение эмоциональной безопасности, на дальнейшую способность заботиться о других людях, восприимчивость вообще и чувства, касающиеся дома, семьи, вопросы доверия, верности. Лучше всего помогает, вот, как я уже сказала, миновать когнитивный пласт восприятия, именно метафоричный подход через образы. В генеалогии этих образов можно встретить много, и даже предки, они, да, выступают определенной фигурой, такой, как мы ассоциируем себя с определенным членом семьи в каких-то отношениях и переносим на себя качество, то есть какое-то осознание, как бы я себя повел, окажись я в той истории, вот, в которой происходила жизнь моего предка, да, члена семьи. Так вот, способы наши, пожалуйста, следующий слайд. Вот еще одна, да, из таких схематичных, образных, каких-то системы семьи, как крылья, следующий тоже можно переключить, здесь как человек, как личность, а здесь уже пара, она создает вот такой вот, ну, что ли, круг, образа, да, пары и взаимодействия людей, то есть мы, вот если даже посмотреть на это изображение, на этот образ, мы можем быть обусловлены рядом реакцией вот всех людей, ну, как минимум тех, которые вот здесь изображены на этом уровне, да, здесь, по-моему, семь, семь таких самых сильных именно в эмоциональном плане наследования нашего психического наследства, мы можем в своих взаимоотношениях быть обусловлены реакциями вот людей, живших не только там тещей и свекрови, грубо говоря, да, а именно большего количества родственников, людей, их впечатлений и отношений, вот. И у нас область чувственного восприятия, важно создать контрольную для неё, ну, такую самоконтрольную область, чтобы не попадаться на какие-то манипуляции, вот, что называется, безвольное ведение этим способом поведения и реагирования. Вот, следующий слайд, пожалуйста. Это, да, мы тоже, я об этом проговорила. У нас есть, я вот уверена, и мой опыт наблюдений совпадает с мнением заслуженных специалистов в области психологии, и, я думаю, историков тоже, и тех, кто занимается исследованием родословных, что у нас существуют различные способы обработки исходящей и входящей информации. Это можно сравнить с внутренними операционными системами. То есть первое — это, безусловно, лидирующая в нашем мире во главе с интеллектом, интеллектуальная операционная система. Но вторая, не менее активная, как бы менее надежная в плане постоянства, что ли, она находится как раз под началом чувств, чувственная операционная система. Чувство, как длящаяся и более устойчивая основа вспыхивающих эмоций. Это быстрые и краткосрочные элементы чувств. Следующий слайд, пожалуйста. Для того, чтобы разобраться и более обрести контроль над своей эмоциональной, вот этой чувственной операционной системой, обращение к истории своей семьи — это вот просто классный, один из способов, тренажеров развития навыков эмоционального интеллекта. Еще к этому сейчас самое такое направление, понятное, может быть, многим, а может быть, нет. Бывает, когда обе операционные системы, интеллектуальные и чувственные, они работают одновременно. Речь идет о стрессовых обстоятельствах, в которых нужно быстро мобилизоваться, принимать судьбоносные решения. Бывает, что мы живем только под контроль на какой-то одной области этих систем. И в настоящее время принято считать в психологическом сообществе, что именно эмоциональный интеллект является самым ценным навыком для любого человека. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о ощущении счастья в целом, об умении общаться, общаться с людьми, сферы взаимоотношений, то здесь эмоциональному интеллекту точно нет равных. То есть он влияет на то, как мы управляем своим поведением, как решаем проблемы в социуме, как принимаем решения, достигаем целей. И чем лучше состояние эмоциональных корней человека, тем лучше, качественнее и насыщеннее будет его жизнь. И вот говоря еще про облако информации о семье, о предках, которые хранятся где-то, то есть вот тут тоже метафора нахождения информации в облаке, куда можно зайти по маршруту понимания, исследования семейного сознания, родового сознания, выходя уже даже на этнический уровень сознания. То есть как бы это важная такая часть нашей судьбы и ценный источник дневного знания. Дальше, пожалуйста, можно следующий слайд? Да, слайд с мозгом. С мозгом, ага, да-да. Тут как раз вот про восприятие, да, что определяется чувственной операционной системой, как она зависима от текущего состояния нервной системы человека и наличия активных каких-то стрессовых факторов. Следующий, пожалуйста, слайд. Как механизм запуска вообще эмоциональной реактивности? Вот он происходит примерно по такой снисходящей схеме. Очень условно, но вот возникает некий какой-то кризисный, не знаю, триггерное какое-то событие. Оно интерпретируется личностью и реагируется, да, уже после прохождения интерпретационного такого, ну, в области еще когнитивного восприятия уровня, мы уже реагируем вот здесь. И я уверена, что вот этот шаг интерпретации, он может быть не чистым решением человека, то есть он может быть решением уже тех, кто был до него, кого-то из членов семьи. Сценарий — это тоже именно волевое эмоциональное решение отреагировать именно так, то есть запуск сценарных каких-то линий в отношении семейных. Это именно из эмоций вырастает и отправляется. Можно следующий, пожалуйста, слайд? Да, тут тоже ощущение ощущение человеком своего места в системе, в семье, наблюдение, то есть когда ты исследуешь свою историю, ты так или иначе натыкаешься, ты можешь сначала вообще не ставить даже такой себе задачи, но все равно сюжеты повторяющиеся могут встречаться, синдром какое-то повторение и реагирование, самое главное, реакции, повторение в реакции на что-либо. Можно следующий, пожалуйста, слайд? Вот, да, тема-то у меня заявлена, как мы, исследуя свою историю, можем прокачать область своего эмоционального интеллекта, вот, нужно понять, что вообще за составляющего эмоционального интеллекта есть. То есть эмоциональный интеллект, да, в классической классификации, это составляющая его, эмоциональная осведомленность, то есть самосознание и понимание своих эмоций, а самосознание мы приобретаем и переоцениваем, может быть, в какой-то момент в процессе тоже вот изучения семьи, наблюдения за происходящим вокруг людей в своей семье. Люди с высокой эмоциональной осведомленностью в большей мере, чем другие, могут понимать и вообще чувствовать свои состояния. Отсюда следующим фактором является самомотивация или уже способность управлять своим поведением за счет управления этими эмоциями. Развитие эмпатии как понимание эмоций других людей и умение сопереживать текущему эмоциональному состоянию другого человека. Это все как умения такие так называемые soft skills сейчас очень хайповое направление. То есть развитие гибких навыков мягких необходимых именно в текущем мире. Управление своими эмоциями как возможность быть гибким оставаться тоже произвольно управлять своими реакциями и управление эмоциями других. То есть умение взаимодействовать на эмоциональное состояние других людей воздействовать. Воздействовать я тут не хотела бы употреблять какое-то влияние слово влиять. Тут скорее тоже уметь распознать и правильно как бы среагировать. То есть не обидеться например на какие-то проявления не очень приятные от близкого человека. то есть это управление эмоциями своими управление эмоциями других пониманий позволяет не общаться поверхностными эмоциями, а понимать коренную такую суть послания и реакции человека отношений. Пять минут. Пять минут. Следующее. Восемь минут. Давай. Восемь минут. Следующее. Да, вот какие шаги мы можем не можем вернее мы их в любом случае проходим когда занимаемся генеологическим исследованием и как эти шаги поднимают прокачивают эти как минимум вот три навыка из характеристики классификации национального интеллекта. Здесь можно сейчас соотнести запомнить по номерам что первое это эмпатия второе управление своими эмоциями и третье самомотивация а следующий слайд перейти вот как раз да на на возможность как это поднять коэффициент коэффициент эмпатичности подожди вернись пожалуйста я что-то сама забыла там какой был первый да да эмпатии у нас теперь следующий будет отражаться мы его прокачаем в процессе сбора информации еще даже для поиска то есть интервьюирование родственников оно может сопровождаться и большой скованностью с одной стороны в эмоциональном проявлении но также это может быть шагом к рефлексии совместным проживанием определенных чувств и сплочений вокруг общего процесса познания и принятия самих себя то есть ну да вот это качество в процессе такого шага реализуемо второе управление кажется своими эмоциями вернись пожалуйста да управление своими эмоциями да возвращаемся теперь на следующий может быть опять-таки да прокачано в процессе экспедиции места где разворачивалась история семьи тут сработает генетическая память и зеркальные нейроны которые автоматически подберут необходимые вот именно в тот момент времени в тот период промежуток жизни человеку и это будет как способ распечатать или контейнировать эти состояния эмоциональные свои или вот людей которые жили до тебя дать им такую должную ну то есть благодарность да и осознать четко где-то может быть освободиться от них где-то ну просто осознать чтобы увидеть и третье можно вернуться еще раз пожалуйста назад вот этот вот этот слайд самым активация или управление своим поведением когда мы обнаруживаем артефакты или сведения документов о жизни предков это нас мотивирует к большему познанию времени и пространства в котором находились близкие нам люди возникает тогда желание тоже примерить на себя обстоятельства смоделировать эту реальность задать себе критические вопросы и при этом будут активированы центры которые отвечают за гибкость вот этого мышления и отношения умения подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства следующий пожалуйста слайд следующий то есть говоря как бы об эффективности что дает нам вообще нужна ли эта тренировка и повышение уровня AI AI EI простите emotional intelligence какие качества улучшают жизнь то есть может прокачаться и усилиться стрессустойчивость как раз таки как профилактика развития различных неврозов повысится уровень коммуникации она станет более эффективная вот отсеются вот эти вторичные проявления общения с вторичными эмоциями людей появится правильная расстановка приоритетов и целей и запустится процесс по выстраиванию уже новых нейронных связей где есть место уже осознанному самоконтролю и регулированию своей эмоциональной реактивности тут только самоконтроль это не одно и то же с подавлением самоконтроль как выбор другое решение следующий пожалуйста слайд простите да вот так в общем и целом я уверена что те отношения которые мы приняли в нашем раннем действии точно так же это транзитивно мы можем перенести и понять наших родителей в тех условиях и их родителей это все составляет сундук нематериального наследования и генеалогия являясь вспомогательной исторической дисциплиной она насыщена ассоциациями на самом деле и образами и возможностью к таким ассоциативному выстраиванию ассоциативного ряда и она помогает как раз восполнить эти биты и пиксели в матрице самоидентификации личности вот то есть я уверена и наверняка многие коллеги и исследователи согласятся с тем что процесс во-первых уже когда ты вовлекаешься в изучение своей истории своей семьи он во-первых длителен как не знаю то есть он может быть очень продолжительным и наверное нет у него даже окончания то есть он той или иной степени будет все равно продолжать продолжать как-то вот раскручивать продолжаться изучение не только фактов но и эмоций тут инициируется пересмотр отношения к себе к близким и по цепочке все это применяется к отношению к внешнему окружению тут повышается и осознание и ответственность развивается навык работы в команде сильный следующий пожалуйста слайд Кать нужно заканчивать да да я заканчиваю то есть в общем вот раскрываются к сопереживанию благодаря ассоциативному ряду метафоричных образов проекций когда человек идентифицирует себя с каким-либо значимым лицом в семье в своем роду распознает негативные особенности касающиеся житейских нюансов которые прежде всего имеют прямое отношение к своим взаимоотношениям то есть мы можем находить ключ к решениям своих проблем вот путем таких переносов ассоциативных то есть узнать как же жили может быть действительно я так реагирую потому что вот надо конечно побольше частных примеров но это уже потом в частном привате следующий слайд и я уже заканчиваю совершенным стараюсь все это приводит к осознанию этого эмоционального уровня к взаимодействию с ним таком более эффективному следующий слайд я подготовила некоторый как бы список литературы тот кто захочет может почитать есть еще возможность пройти тест ну такой вообще короткий буквально на пять минут кто хочет просто вообще познакомился впервые следующий слайд с понятием эмоционального интеллекта может посмотреть оценить свой вернее ответив на вопрос в течение пяти минут он не полный этот тест но в общем так или целом покажет какие критерии вообще операции как-то себя измерить да следующий слайд это уже завершение вот я глубоко убеждена в том что нам как бы чувственный мир человек он уникален и способен проявляться с беспрецедентно большой силой широтой и важно нам этот уникальный потенциал не как это не направить в сферу деятельности инстинктов то есть чтобы это как избыточная сила была как приводила к гармонии личности с самой собой я глубоко убежден что каждый имеет право на полчаса так что да 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 слушай перезвести обязательно ссылку на материалы свои в доп материалах которые мы будем рассылать обязательно в программе рассылки уже многие собственно на нее подписаны я представляю спасибо Кате спасибо несмотря на то что там проблемы с интернетом ты собралась вышла на связь это здорово простите сейчас я попробую с вами попрощаться чтобы вы меня видели давай слышно меня видно вот так вкратце по верхам это то о чем я хотела немножко рассказать показать свой такой взгляд вот вы пожалуйста пишите свои ассоциации не знаю свое отношение как насколько вам это близко или далеко понятно ли вообще было о чем я и я желаю вам быть просто осознанными режиссерами своих судеб благостных вам отношений с вашими семьями и окружением вот на всем раскланиваюсь спасибо пока пока до свидания